Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим про мобилункус влагающего женщины. К нам обратилась женщина 46 лет, у которой наблюдались непосредственно такие симптомы, как обильное выделение с неприятным запахом, белосерого цвета, иногда комками, которые вы можете видеть на картинке при осмотре. Соответственно, половых контактов у нее длительное время не было. Во-первых, у нее взяты были анализы на половые инфекции, плюс к этому микроскопия, плюс к этому анализ фемофлор, в результате чего было обнаружено резкое повышение концентрации такого микроорганизма от мобилункус. Передается ли мобилункус половым путем? Да, это возможно, однако длительное время женщины могут носить этот микроорганизм влагалище, не замечая его, поэтому некоторыми, следовательно, относятся к условно-патогенной флоре. Однако у большинства женщин его не встречается, не встречается вообще ни в каких концентрациях. Поэтому получение мобилункуса в принципе происходит половым путем наиболее часто, а вот непосредственно проявление его часто происходит и с точки зрения изменения в предклимактерический период и так далее, и с точки зрения каких-то инфекций, с точки зрения бактериального вагиноза, когда он нередко ассоциируется с гордонареллов вагинализом. Однако в нашем случае конкретно этой женщины гордонареллов вагинализ был нормальный, а вот мобилункус, бактероиды, а также адапобиум вагины, они были обнаружены и были обнаружены в высоких концентрациях. Также при тесте с калио H был получен неприятный запах, он может быть и встречается не только при гордонарелле. Сейчас идет, как и во многих случаях, повышенное внимание конкретно к гордонарелле, однако не всегда она является ведущим, скажем так, элементом в том бактериальном вагинозе, который наступает у женщин в предклимактерический возраст. Лейкоциты были 20-25 из влагалища, также был дисбактериоз в бакпоселе, что, соответственно, было сделано. Во-первых, был назначен метрогид внутривенно, во-вторых, был назначен макмирор в свечах на дом, было назначено лангидаз внутримышечно и были сделаны ванночки с молочной кислотой. Это было сделано в течение двух недель и параллельно, с точки зрения чувствительности к посеву, был назначен препарат суммамед, то есть эзотермицин, 1 грамм в 1-7-14 день. Мы назначили это потому, что та флора, которая была высеяна в посеве, там были также стриптококки, стафилококки, соответственно, она была чувствительна именно к эзотермицину. Поэтому вот такой вот небольшой курс, описанный с таким дробным принятием, был сделан. Что важно после этого делать? Важно после этого достаточно длительно после подобных курсов восстанавливать микрофлору, а в предклиматрическом возрасте еще желательно с местными хотя бы гормонами. Поэтому длительно подобной пациентке был назначен триаженаль. Сколько назначать его, как правило, на 2-3 месяца подобный препарат назначается для восстановления микрофлора? В результате подобного лечения все симптомы исчезли, и тот же самый любимый многим мобилунгус также был элиминирован из мазков различными методами, которые брались после лечения. При необходимости диагностики и лечения различных патологий области женских половых органов, вы можете обращаться к гинекологам, венерологам нашего медицинского центра Платно-КВД в Москве. У нас прямо грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением заболеваний мочеполовой сферы у женщин. Ждем вас на жительнике. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наш канал Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok